Добро пожаловать! Мы продолжаем изучать второе послание Павла к Тимофею. Это очень личное послание, но в то же время в нем много практических наставлений. Я не знаю, говорил ли я вам об этом или нет, но считается, что второе послание к Тимофею – это последнее послание, написанное Павлом, незадолго до смерти. Если он что-то и писал, то это не стало частью Писания. Из тех посланий Павла, которые вошли в канон, это последнее написанное им послание. И в этом послании Павел поднимает много разных тем, дает наставление молодому служителю Тимофею, оставленному в городе Ефес, много трудностей, лжеучителя приходят в город. Павел ободряет Тимофея, помнить, для чего он служит, помнить о тех дарах, которые Бог ему дал. Призывает его укрепляться, укрепляться Словом Иисуса Христа и Евангелем Иисуса Христа. Но когда мы подходим к 14 стиху, мы видим, что что-то происходит. И сегодня мы будем разбирать с 14 по 19 стих 2 главы. Меняется тон Павла. Он как бы становится более строгим. Павел предупреждает, что не все будет безоблачно, что Тимофею следует ожидать трудности. Но вначале позвольте мне привести вам такой пример. Потому что сегодня мы будем говорить о словах, о словах, которые мы произносим, и как мы их произносим. И вот мой пример. Это было уже достаточно давно. Я набрался смелости и написал письмо редактору нашей местной газеты. Наш городок очень маленький, всего 10 тысяч жителей, далеко до Курска. Гораздо меньше. Но иногда люди шлют письма в редакцию, и эти письма публикуются в газете. Я написал письмо в ответ на многочисленные нападки на христианство в этой газете. И я написал, знаете, аргументы не очень хорошо продуманы. Очень много лжи в статье того автора, который писал против христианства. Могу ли я написать опровержение на эту статью? Я пастор церкви. Я осознаю свою роль в обществе. И я не боялся засвидетельствовать о Евангелии Иисуса Христа. Я старался подобрать правильные слова. И подумав, посоветовавшись с друзьями, я решил написать опровержение. И отослать в редакцию. Это я и сделал. И я старался написать как можно осторожнее. И вот кое-что из того, что я написал. Мистер такой-то... Я думаю, что если вы хотите пообсуждать, поговорить на эту тему, то давайте вначале обсудим это с глазу на глаз за чашкой горячего шоколада. Я хотел бы с вами поговорить лично за чашкой горячего шоколада, чтобы избежать ненужных привлечений. Поэтому, если вы хотите обсудить эту тему со мной наедине, я готов, я открыт. Я хотел бы поговорить с вами об этом. И я хотел бы заверить вас и всех остальных, что мною движет любовь, но совсем не ненависть, которой так легко перейти. И я подписался. И я не подписался как пастор Брюс. Я просто указал свое имя, Брюс Дик. Как если бы это было письмо простого гражданина. И я думал, что же они скажут? Опубликуют ли мое письмо в газете? И вот, через несколько дней его опубликовали. И я очень нервничал. Что же люди скажут, когда прочитают это письмо? И вот однажды, когда я работал в церкви, зазвонил телефон. Это был автор той статьи. И он сказал, я хотел бы с вами поговорить. Здорово. Давайте встретимся вот в этой кофейне в нашем городе. И вот во второй половине дня мы встретились. Я заказал горячий шоколад. Он заказал кофе. И мы обсудили его аргументы и его обвинения в адрес христиан. У нас получился замечательный разговор. И теперь, когда мы встречаемся в городе, мы встречаемся как друзья. Конечно, не близкие друзья, но у нас очень хорошие отношения. Мы ценим друг друга, уважаем друг друга. И вот что поражает, что Бог использовал те слова, которые написал, с такой осторожностью, с молитвой, что Бог использовал их таким образом. И затем я подумал вот о чем. Какой бы я нанес ущерб, если бы стал писать оскорбительные слова? Это очень глупо с вашей стороны. Вы плохой человек. Или вы нечестивый человек. И все ваши идеи ужасны. В этом случае я никогда бы не встретился с этим человеком и не обсудил бы с ним духовные вопросы. И поэтому я хотел бы подчеркнуть, что те слова, которые мы используем, очень-очень действенны. Но они могут приводить как к созиданию, так и к разрушению. Будучи последователями Иисуса Христа, мы должны быть очень осторожны в своих словах, чтобы не стать препятствием на пути к Евангелию. Но наоборот, чтобы наши слова влекли людей к Евангелию. И те слова, которые мы уже прочитали в послании Павла, очень позитивны. Но что делать, если вам нужно что-то честно сказать, что-то совсем нерадостное? Как говорить строго, но в то же время с любовью? Это возможно. И именно так говорит Павел к Тимофею в этих стихах. Вторая глава, стихи 14 по 19. Мы говорили о корабле, о навигации, о стремлении ко Христу, о стремлении к мужеству. Но иногда нужно от чего-то уклоняться, чего-то избегать. И как раз сейчас мы будем читать наставление о том, как избегать тех слов, которые наносят ущерб. И во второй главе, с 14 стиха, Павел очень строго призывает Тимофея уклоняться от бесполезных, обидных, плохих слов. Давайте откроем Библию, вторая глава, послание к Тимофею, и прочитаем стихи с 14 по 19. Вторая глава, стихи с 14 по 19. Вот что Павел пишет. «Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрении, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным делателем нюкоризиным, верным преподающим Слово Истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестие. И Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и изрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот вы чувствуете тон голоса Павла, когда он это говорит? Не то, чтобы Павел обвиняет, но он пишет очень строго. Он очень ясно дает понять Тимофею, чтобы тот избегал словопрений, не участвовал в них, так как в них нет пользы. Тимофею не подобает использовать те же слова, которые используют его оппоненты в их аргументах. Поэтому Тимофей, уклоняйся от словопрений. И вот первый пункт, основанный на 14 стихе. «Общаясь с окружающими нас людьми, мы должны использовать слова «осторожно». Использовать слова «осторожно». Вот что Павел пишет в 14 стихе. «Сие напоминай». Павел говорит о непрекращающемся действии. «Постоянно напоминай». «Вновь и вновь, как мы напоминаем нашей маленькой Саше, Саше, не забывай чистить зубы, Саше, не забывай надевать пижаму. Тимофей, напоминаем, заклиная перед Господом, не вступать в словопрений, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Тимофей, они постоянно спорят, что значит то или иное, но это не служит для пользы Евангелия. Тимофей, ты должен ему сказать, чтобы они прекратили. Будучи родителями, мы с Труди порой устаем напоминать детям вновь и вновь одно и то же. И думаешь, сколько же раз нужно им говорить одно и то же. Вновь и вновь. Но мы делаем это, потому что то, о чем мы им напоминаем, очень важно для них. Нам не хочется напоминать. Мы хотели бы, чтобы они все запоминали, но этого не происходит, и мы, как родители, вынуждены напоминать им вновь и вновь, потому что это так важно. И Павел пишет, «Напоминая им, заклиная перед Господом, не вступать в слова прений, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Тимофей, люди лишь отвлекаются, лишь уклоняются с правильного пути. Это разрушает их. От этого лишь вред. Нет, не допускай этого. Для Павла важно, чтобы все было ради Евангелия. И вот представьте окружение, в котором живет апостол Павел. В тот момент, насколько мы знаем, был императором Нерон. И вот задумайтесь, Павлу было о чем спорить. Он мог говорить о несправедливости Нерона и его указов, как императора Рима. Если вы помните историю о том, как город Рим был сожжен, и многие в городе обвинили в этом Нерона, и Нерону нужно было найти козла отпущения, кого бы он мог обвинить в пожаре. И он выбрал христиан. И Павел мог написать, «Нерон — обманщик», но он даже не упоминает имени Нерона в своем послании. Потому что для Павла самое главное — Евангелие Иисуса Христа. А Нерон, как император, был для Павла не так важен. Сейчас в Америке общество разделяется по поводу использования слов. Люди разучились вести здоровый конструктивный спор. Вместо этого люди лишь высказывают свою точку зрения. И такой подход проникает и в христианские общины. В одном журнале была опубликована статья, из которого я взял несколько цитат, подтверждающих, что подобная проблема свойственна и христианам в Америке. Вот несколько цитат. Когда людей на улице спрашивают, кто такие христиане, во что они верят, практически всегда можно получить такой ответ. Христиане против абортов, против гомосексуализма, против феминизма, против пособий и против многого чего еще. И христиане ассоциируются с такими словами, как нетерпимость и самоправедность. И если в то же самое время спросить этих же людей, о каким был Иисус, почти в каждом случае можно услышать такой ответ. Он проявлял сострадание, не был жестоким, но был миротворцем. И в статье был задан такой вопрос. Как объяснить это противоречие? Либо у людей неправильное понимание об Иисусе, либо мы, как христиане, следуем ложным целям. Сейчас в Америке происходит следующее. Христианство и политика все более и более переплетаются. Да, христиане должны быть гражданами и участвовать в политических событиях, но на данный момент христианство и политика настолько переплетаются, что трудно провести границу между ними. Павел предпочел не вовлекаться в политическую жизнь своей эпохи, чтобы не терять фокус с Евангелия Иисуса Христа. Павел понимал, что его задача приобретать души, а не поменять императора. Его задача приводить людей ко Христу, основуя церкви, ободрять людей. И Тимофей, пожалуйста, сие напоминай. И далее, в 15 стихе, он продолжает эту мысль. Старайся представить себя Богу достойным, делателем нюкоризиным, верным преподающим Слово Истины. Тимофей, я хочу, чтобы ты был таким последователем Иисуса Христа, чтобы для всех было очевидно, что ты работник, который работает усердно, которому нечего стыдиться, чтобы ты предоставил себя Богу и искал Его одобрение. Ведь, Тимофей, если ты будешь поступать недостойно, то это будет отвращать людей от Евангелия Иисуса Христа, и ты должен стремиться к тому, чтобы в тот день, когда ты предстанешь перед Христом, перед Богом, ты предстанешь непорочным, нюкоризиным. Вот представьте, что вы игрок в футбол, и вы звезда. Недавно закончился чемпионат мира по футболу. И вы звезда, вы играете за лучшую команду в мире. И на стадионе 80 тысяч, может быть, 100 тысяч ваших поклонников. И счет еще не открыт. 0-0. Никто еще не забил гол в этом важном матче. До финального свистка остаются две минуты. Мяч переходит от команды к команде, от игрока к игроку, в центре поля, впереди, сзади. Остается одна минута. И вот неожиданно, вы получаете пас от партнера по команде. Мяч прилетает через все поле, попадает к вам, и вы впереди, перед воротами. Вы переигрываете воротаря, бьете поворотом, попадаете и забиваете гол. Трибуны взрываются, все рады, счастливы. Благодаря этому голу ваша команда становится чемпионом мира 2010 года. Вы забиваете решающий мяч. На трибунах, может быть, 100 тысяч зрителей. По телевизору смотрят, может быть, 100 миллионов зрителей. Но ваши мысли лишь об одном человеке, о вашем отце. И все присутствующие на стадионе не знают, что ваш отец купил билет на финал чемпионата мира. Видеосеминария ТВС Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com И он сидит на третьем ряду в одной из секций этого стадиона. И как только раздался финальный свисток, означающий конец матча, и вы чемпион мира, вы как бы не замечаете всех этих фанатов. Вы хотите увидеть лишь одного человека, своего отца. И вы вглядываетесь в трибуны, вы пробегаете по стадиону, вдоль трибун. Люди пытаются привлечь ваше внимание, обнимают вас, очень рады. А вы ищете своего отца, пытаетесь найти место, где он сидит. И вот неожиданно вы находите его, вы ловите его взгляд. Трибуны радуются, трибуны кричат, люди выбегают на поле, но все, что вы хотите, вы хотите добраться до отца. Приближаетесь к нему и видите, как улыбается. Как по его щекам текут слезы. Он гордится вами. Вы забили решающий мяч в важнейшем футбольном матче целого поколения, и ваш отец гордится вами. Кажется, что вы не слышите возгласы, трибун. Вы лишь видите вашего отца, его слезы и его радость. Постарайтесь прочувствовать картину, которую я вам только что описал. Это то, что Павел пишет Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Старайся предоставить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Я думаю о тех из вас, кто работает на светской работе, и ваш начальник не хочет ничего слышать о Боге. И при этом вы должны так жить, что когда однажды вы предстанете перед Богом, Он скажет, «Сын или дочь, хорошо весьма. Ты являл Евангелие своей жизнью. Ты верно преподавал Слово Истины». И говоря о верном преподавании Слова Истины, рисуется образ хирурга, который умело выполняет свою работу. Он настолько аккуратен, что не повреждает органы, которые расположены рядом. Он не наносит вреда, не усугубляет ситуацию. Также рисуется образ земледельца, который пашет поле, и борозды получаются прямые и аккуратные. Когда я был фермером, у нас еще не было GPS, который сейчас управляют тракторами. И я очень старался пахать поле так, чтобы все борозды были прямыми линиями. И вот что я делал. Я начинал с одного конца поля и смотрел на другой край поля, и находил там, может быть, столб, или камень, или опору электропередач, или дерево. И я фиксировал свой взгляд на этом столбе или на этом дереве, и старался ехать прямо, не сворачивая в сторону. Тимофей, я хочу, чтобы ты преподавал Слово Истины таким образом. И перед тем, как приехать сюда для того, чтобы преподавать у вас, эта фраза была для меня большим предупреждением. И готовясь к преподаванию по первому, второму посланию к Тимофею, я умолял Господа. Господь, а что, если я что-то не так преподам? Или скажу что-то не то? Что, если, говоря о каком-то слове, я дам другое значение, неверное значение? Что, если я собью кого-то с пути? Я хочу преподавать истинно, Господь. Но знаете, когда у нас такое желание на сердце, Господь будет направлять наши слова. Он говорит, доверься мне. Я помогу тебе сказать то, что ты должен сказать. И далее Павел добавляет, когда пишет 16 стих, он говорит, в 15 стихе, я хочу, чтобы ты преподавал Божье Слово истинно, и дальше 16 стих, о непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. Я бы перефразировал это так. В церкви сохраняй чистоту библейского учения. В своей церкви мы должны хранить чистоту библейского учения, а не потребного пустословия удаляйся, увлекаясь какими-то спорами, даже по богословским вопросам, так легко уклониться в сторону, так легко свернуть налево или направо. Но в чем суть Евангелия Иисуса Христа? Какое слово изрек Бог? Потому что если Слово Божье преподается неверно, то это ведет людей к нечестию. И вот посмотрите, что пишет Павел в 17 стихе. «И Слово их, как рак, будет распространяться». Вы представляете, что такое опухоль, гангрена? Представьте, что у человека ранена нога, и попала инфекция в рану, и за какое-то время инфекция распространяется, нога чернеет, и ногу уже не спасти, ее уже не исцелить. И ситуация настолько тяжелая, что если не ампутировать ногу выше того места, куда добралась инфекция, то человек может умереть. Тимофей, если ты допустишь в своей церкви непотребное пустословие, пустишь все на самотек, то это как инфекция, как гангрена, распространится на всю церковь и разрушит всю церковь. И он даже приводит имена двух людей в 17 стихе. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Вы видите, богословские споры имели место еще и в первом веке. Но говоря о греческом мире, надо помнить вот что. Не было уважения к телу человека. Да, были олимпийские игры, были различные соревнования, но считалось, что тело человека — зло в греческом мире, в римском мире. И они говорили, что когда душа покидает тело, то это великий и замечательный день. Наконец-то с телом покончено, оно останется гнить в могиле. И вот появилось христианство, и Иисус Христос физически воскрес. И Он обещает, что и мы воскреснем в теле. И это шло вразрез с философией того времени. И люди, которые предвкушали это воскрешение, вдруг слышали учение о том, что Иисус воскрес, и мы уже воскресли. Наше воскрешение уже в прошлом, уже свершилось. И люди думают, а я все еще здесь. Посмотрите на мое тело. Я что-то упустил. Может, я не верующий вовсе. Что случилось со мной? Может, я верю как-то не так? Может, мое богословие неверно? А в церкви находились учителя, которые говорили, да, воскрешение же в прошлом. Оно уже было. И тем самым наносили урон церкви, разрушали основание церкви. Посмотрите на 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и доступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Два великих утверждения. «Твердое основание Божие стоит, имея печать». И вот первое утверждение. «Познал Господь своих». Тимофей, смотря на людей, на людей в твоей церкви, ты, как человек, не можешь видеть их сердец. Есть люди, которые говорят о своей вере, говорят правильно, но если посмотреть на сердце, они не предодлежат Иисусу Христу. Смотря на жизнь других людей, трудно что-то сказать, но их сердце свидетельствует о том, что они христиане. Поэтому, Тимофей, знай об этом. Помни о том, что Господь знает своих. Римлянам 8, 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Что мы дети Божьи. И мы прочитали в 19 стихе. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». То есть пусть живет так, как верит. Позволь Христу совершать работу в твоем сердце. Позволь Ему изменить тебя, преобразить тебя. И если сегодня кто-то называет себя христианином, то мы спрашиваем его, «А есть какие-то доказательства, которые подтверждают твое высказывание?» Вот уже много лет приводится такой пример. Представьте, что вы в зале суда, и вам предъявлено обвинение. Заявлено, что вы христианин. А прокурор пытается доказать, что вы не христианин. А вы должны защищаться и доказать, наоборот, что вы христианин. Есть ли какие-то доказательства, подтверждающие, что вы последователь Иисуса Христа? Иисус сам сказал, «По плодам узнаете их». Тимофей, в этой церкви проблема. В церкви Ефесия, словопрения, пустословия. И Тимофей, вот что я тебе скажу. Не позволь себе быть уловленным в эту западню. Тимофей, помни о том, что Господь знает своих. И учи в церкви, что пусть всякий, кто исповедует имя Господа, отступит от всякой неправды, пусть живет, как верит. Вместо пустых слов, пусть произносят слова полной благодати и милости. Я помню, что когда я был маленьким мальчиком, я не скрывал свои веры в Иисуса Христа. Я с пылом вступал в разные споры. Споры по разным темам. Дело в том, что я очень гордился своей верой. И я хотел всем доказать, что я прав. Но при этом не всегда произносил подобающие слова. Спустя годы я осознал, к счастью для себя, что означает благодать Божья. Какими должны быть мои слова. Это было во время моей первой или второй поездки в Россию. И вот в самолете из Москвы в Амстердам я оказался рядом с молодой девушкой. Я чувствовал себя уставшим, хотел просто посидеть, почитать и просто отдохнуть. Она также что-то читала, занималась своими делами. Потом разнесли еду, и когда мы ели, я подумал, ну это хорошая возможность поговорить. И завязался разговор. Я спросил, чем она занимается. Она рассказала о своей профессии. Она сама была из Дании и вышла замуж за русского. Поэтому она летела домой в Данию к своим родным на какое-то время. А потом она спросила меня, а вы чем занимаетесь? Вы куда летите? И я подумал про себя, что же мне сказать? Как объяснить, что я возвращаюсь из России, где преподавал, как изучать Библию? Как сказать о том, что я пастор церкви? Потому что, скорее всего, люди, которые не ходят в церковь, воспримут твои слова так. Ты пастор? И что же делает пастор? Я немножко переживал, но я ей сказал, знаете, я преподавал курс, библейский курс, в городе Курске, в России. Сейчас возвращаюсь домой, и там я служу пастором церкви. И знаете, она сказала нечто очень интересное. Она сказала, «Знаете, с самого начала нашего разговора я кое-что заметил о вас. Какое-то спокойствие. И это зацепило меня. Я задумался. Я не благовествовал ей. Я не свидетельствовал ей. Но как-то во время нашего разговора, по моим словам, она поняла, она почувствовала, что внутри меня есть мир. И затем мы стали говорить о христианстве. Она не была христианкой, не была последовательницей Иисуса Христа, но была очень заинтересована у нас получился удивительный разговор. Мы говорили до тех пор, пока наш самолет не приземлился в Амстердаме. Какой контраст между пустыми словами, которые разделяют, и милостивыми словами, которые объединяют, которые привлекают. И не важно, где мы, с кем мы, что мы делаем, мы должны следить за тем, что мы говорим и как мы говорим. Потому что это формирует нас, формирует наше мышление, это формирует наше поведение, определяет, что мы делаем и не делаем. И все, что мы делаем, мы делаем ради Евангелия Иисуса Христа. И я бы призвал вас проследить, что вы будете говорить в предстоящие 24 часа в своей семье, со своей женой, с мужем, общаясь с коллегами на работе. Что произносимые вами слова говорят о вере, которая в вашем сердце? Вы помните, вера определяет поведение. Ваше поведение лучше всего свидетельствует о том, во что вы верите. И слова полной благодати, слетающие из наших уст, должны исходить из нашего сердца, которое посвящено Иисусу Христу. Итак, мы разобрали еще несколько стихов. Вторая глава, с 14 по 19. И после небольшого перерыва мы вернемся и продолжим изучение, разберем последние стихи второй главы. А сейчас перерыв. Иисусу Христу. Продолжение следует...